Добрый день дорогие друзья Что такое была Октябрьская революция? Был ли это вооруженный захват власти? Насильственные драки или прочее? Или это был относительно мирный переход власти в стране от одной группы в другой? Итак, буквально кратко После февральской революции 1917 года, когда у нас в стране было свергнуто самодержавие В России образовалась некая двоевласть Это временный комитет Государственной Думы, который позднее был переименован во временное правительство Хочу подчеркнуть, что это правительство никто не выбирал И они, собственно говоря, поэтому себя временным и назвали До выборов в учредительное собрание В это же время, в марте месяца 1917 года, в этом же здании В Петрограде образовывался Петроградский совет сначала рабочих Позднее рабочих и солдатских депутатов Причем я хочу подчеркнуть, что с самого начала это было не просто, знаете, какой-то орган поговорить У них были продовольственные комиссии у Совета Комиссии по вооружению Комиссии по топливу То есть они решали конкретные вопросы жизнедеятельности страны, попавшей в революцию Отсюда и термин двоевластия Вроде рулят и Советы, и одновременно Временное правительство Потом решили так, что Временное правительство находится под контролем Советов То есть Советы представляли из себя некие народные органы Такую, знаете, замену парламента Который контролировал, что там делает никем не избранное Временное правительство В России того времени выдающуюся роль играл Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов Ну просто потому, что Петроград был столицей Российской империи А потом, значит, того, что у нас произошло после февраля 17-го Кстати, Россия тогда была непонятным государством Вроде империю отменили, республику не ввели Ленин появился в России, как вы знаете, в апреле 17-го года И сразу выдвинул лозунг перехода всей полноты власти Советом Ну то есть, зачем нам Временное правительство? Зачем двое власти? С Лениным тогда были очень не согласны многие большевики Они считали как? Что такое Советы? В Советы входят эсеры, партия социалистов-революционеров Меньшевики Меньшевики, кстати, это то же самое, что и большевики РСДРП, Российская социал-демократическая рабочая партия Просто даже в некоторых регионах тогдашней России Деления на меньшевиков и большевиков-то вообще не было даже Но это были социал-демократы То есть, большевиков изначально в Советах было мало И многие говорят, ну а зачем там вообще требовать перехода власти к Советам? Ну что в этих Советах какие-то странные люди заседают? И кстати, верхушка эсеров-меньшевиков Сама была против перехода власти к Советам К ним же сами они утверждали так Ну временное правительство, это специалисты Там вообще люди, там не знаю, из бизнеса еще А мы-то что? Ну что мы там можем сделать? Если возьмем, власть не удержим Тем не менее, в чем была особенность Советов? Это важно подчеркнуть Они постоянно переизбирались Ну то есть, вот какой-то завод, предположим, избирал Путиловский, например Петрограсский Совет, как будто человек Он мог его переизбрать, отозвать И назначить другого, в принципе, в любое время То есть, Совет был такой некой, знаете, живой организации Который из своего состава выбирал постоянно действующий орган Исполнительный комитет Еще в июне 17-го года у большевиков, ну казалось бы Никакого влияния в Советах не было Именно на первом всероссийском съезде Советов Который был создан в июне в Петрограде 17-го Над Лениным смеялись, когда он сказал Есть такая партия В ответ на вопрос, ну в стране развал В стране нечего есть Вводятся продовольственные карточки Продоразверстка, кстати, была введена Не большевиками, а временным правительством И что, ну неужели сейчас найдется партия Которая возьмет на себя власть Зачем? Пусть и по временное правительство отдувается И Ленин сказал, есть такая партия, большевики То есть над ним все дружно посмеялись Смея в зале Что произошло? Как дальше проистекали события? В конце августа 17-го года Генералы в игрове с Корниловым Решают сделать вместе с Киренским Главой временного правительства Такой, знаете, путь дворцовый Точно похожий на то, что делал Горбачев В 91-м году Ну то есть Горбачев тогда сказал ККЧП Ребят, вы там ликвидируйте все А я потом из отпуска вернусь И как будто я тут ни при чем Ну если уж не получится Здесь то же самое Киренский связался с главнокомандующим русской армии Тогда Корниловым Ошла Первая мировая война Вы знаете, да? Армия была на фронте И говорит, ну там раздавите всю эту гадину Всех этих советов там и прочее Ну только так, знаете, вот без меня Корнилов, как мы знаем, двинул на Петроград Тогда часть из фронта Которые не дошли Железнодорожники отказались их перевозить И, кстати, большинство самих солдат Которых, значит, подправили подавлять революцию в Петроград Они подумают, зачем нам все это надо Но, что важно Именно с этого момента С начала сентября 1917 года Начинается процесс так называемой Большевизации Совета Так как большевики сыграли основную роль Вот в подавлении Корниловского мятежа Просто Советы стали сначала принимать их резолюции Чего не было А потом, 7 сентября 1917 года Большевик Троцкий Вступивший в партию совсем недавно Был избран председателем Петроградского столичного совета И тогда Совет Петроградский Не большевики Но Совет шел за большевиками Решают образовать Красную Гвардию Абсолютно законно и легально Что это такое? Это вооружение рабочих Петроградских заводов На случай того Если опять произойдет какой-то переворот Ну, чтобы было чем ответить Потом эту гвардию вроде как распускают В сентябре все нормализовалось В октябре Большевики Которые берут курс уже на взятие власти Через Советы Как это Ленин всегда и предлагал Получением там большинства Путем выборов Так вот Большевики Во главе Петроградского совета В октябре 17-го года Говорят Нам снова надо образовать Красную Гвардию Временному правительству Ведь зачем? В то время как раз немцы наступали в Прибалтике Помните вот Пикули-Манзунское сражение Когда были захвачены Эстонские острова И когда оказалось, что путь на Петроград открыт Тогда большевики говорят Красная Гвардия нужна для защиты столицы от немцев Временному правительству нечего было возразить Что такое была Красная Гвардия? Легально образованная не большевиками Петроградским советом Законным органом Это были рабочие, которые в свободное от работы время Проходили обучение там стрельбе И так далее Что происходило в Петроградском гарнизоне? На бумаге Петроградский гарнизон был вообще мощнейшей силой Более 300 тысяч человек Но В основном это были так называемые запасные полки Что это означало? Ну туда призвали людей У которых вот только что, так сказать, смирной жизни Они на фронте ни разу не были Винтовок не хватало Пулеметов тоже Некоторые в казармах проводили только день Потом возвращались, значит, домой переночевать Большевики поставили себе задачу Просто распропагандировать Петроградский гарнизон В середине, примерно, октября 1917 года Большевистская партия провела Знаете, как вы сейчас сказали, опросы общественного мнения Вызвали представителей всех 18 частей Которые располагались в Петрограде И спросили Вы вообще за временное правительство или за совет? То есть наша линия, большевиков Зачем две власти в стране? Зачем вот временное правительство? Одновременно совет Одна должна быть Мы, большевики, считаем, что должен быть совет Но он же есть уже Он все равно реальной властью обладает Из 18 петроградских частей 15 заявило, что они Заполнили переход власти к совету На что опиралась временное правительство? В Петрограде в октябре 1917 года На три казачьих полка Ну, казаки изданно считались такой, знаете, вот Монархической силой Потому что у них, в отличие от всех других Жителей России была земля Разные привилегии и так далее Значит, несколько юнкерских училищ Ну, юнкерские училища по нынешнему Это те, кто готовят офицеров, короче говоря Юнкера – это курсанты, будущий офицер Школа прапорщиков и Женский батальон смерти, так называемый Ну, составили женщин Предполагалось, что они вообще не будут воевать Ну, просто их предполагалось возить на фронт Женщин в форме, с винтовками Чтобы они пристыживали мужиков Условно, что же вы, ребята, там не воюете Вот мы, женщины и прочее И временное правительство Не большевики Временное правительство решило упредить Большевиков и их раздавить Вооруженные силы И это очень важно, да? То есть не большевики решили начать восстание Сами по себе Они были готовы к этому Временное правительство решило их раздавить Керенский говорил британскому послу Я умоляю, чтобы большевики вышли на улицу Мы их сейчас наконец-то всех передали Кстати, напомню, что в то время Ленин был на нелегальном положении Так как действовал ордер Временного правительства об его аресте Сначала летом он был, как мы знаем, в разливе На финских границах В шалаше скрывался Потом он переехал в Петроград На конспиративную квартиру Но формально его не было Итак, Временное правительство уверенное абсолютно Что у него все рычаги власти 19 октября 1917 года предпринимают следующие меры Полная мобилизация верных частей Раздача каждому солдату 120 патронов И четырех ручных гранат Ну, как их тогда называли, ручные бомбы Предполагалось занять все точки Которые могли оказаться на стороне большевиков И тем самым их раздавить Со стороны Совета Петроградского В это же время образуется Военно-революционный комитет Еще раз, это не большевистский орган Это орган Петроградского совета По контролю за Красной Гвардией Итак, двоевластие становится военным Временное правительство хочет всех раздавить Со стороны Военно-революционного комитета Петроградского совета Идет формирование Красной Гвардии Значит, Петроградский совет приказывает С 20 октября не выполнять ничьих распоряжений Если не будет комиссар Военно-революционного комитета Это подписывать По сути дела Петроградский гарнизон Рощерком Переа Переходит под влияние совета Ну, то есть прибывает командир Петроградского гарнизона Полковников, так называемых В какую-то воинскую часть Говорит, так, вам всем занять там мост Не пускать там большевиков Тебе говорит А нам до Афины Если этот приказ будет подписан Комиссаром Военно-революционного комитета Петроградского совета Мы выполним А так иди гуляй, дядя Значит, у Керенского Начинает постепенно Значит Пробиваться мысль, что Поддержка военная У Временного правительства На бумаге больше Вызывает казаков Вы будете защищать Временное правительство? Те начинают бухтить Да мы, в принципе, как бы не против Но вы нам дайте пехоту Это конные полки были Три казачьих Вы нам броневики дайте Артиллерию, пулеметы Короче, казаки выставляют условия Которые Временное правительство Не может выполнить Керенский звонит В Ставку Северо-Западного фронта Это ближний к Петрограду фронт Псков И срочно готовьте к отправке В Петроград несколько дивизий Гидру надо раздавить Чертую мать Я почему все это рассказываю И получаю согласие Потому что многие считают Ну что было восстание делать Ну надо было просто Я не знаю Собрать съезд Советов Разгласить советскую власть И все Съезд Советов Второй Первый, как мы помним Должен был проходить Проходил в июне Должен был открыться 20 октября Но по техническим причинам Его переносят на 25 октября 7 ноября По новому стилю Значит, большевики Ведут активную работу По тому, чтобы Состав этого Всероссийского съезда Второго съезда Советов Был большевистским Или лево-эсеровским Эсеры тогда делятся Уже на две группы На левых и правых Причем лево-эсеры Активно вместе с большевиками Сотрудничают В военно-революционном комитете Петроградского совета Который, кстати, возглавлял Левый эсер Прапорщик Лазимир Потом, кстати, верой и правдой Служивший советской власти уже Итак, смысл такой Мы собираем Второй съезд Советов Который так должен был Собраться 25 октября Провозглашаем там Советскую власть Временное правительство Объявляем незложенным И двое власти кончается То есть Советы берут власть Которая так им уже Принадлежала там С февраля 17-го года Бой начинает Самонадейный Керенский Они переходят в атаку 24 октября Против большевиков То есть 6 ноября Захватываются юнкерами Центральный орган Большевистской печати Газета «Рабочий путь» Значит, немедленно Военно-революционный комитет Дает указание Отбить Прибывает Красная гвардия Часть солдат Они отбивают Ункеров Газету «Рабочий путь» Куда направляется Сталин От большевистской партии С тем, чтобы газета Продолжала выходить И вот целый день Происходит Такой маятник Знаете Юнкера занимают Условно говоря Какой-то мост Рабочий подходит И мирно Обычно Ну просто рабочих Больше красногвардейцев И солдат Выгоняет их оттуда 25 октября 7 ноября Открывается Съезд Совета Второй В это время Уже Временному правительству Подчиняется Только Зимний дворец Керенский в этот день Бежит Из Петрограда На машине С американским Флажком Ну Его принимают За дипломата С тем, чтобы Быстро доехать До Пскова Несколько дивизий Привезти И утопить Петроград в крае Кстати, когда Керенский прибывает В Псков Командующий Северо-Западным фронтом Говорит Ничего не выйдет То есть Солдаты Не хотят идти Убивать Петроградских Рабочих Ну то есть Вот формально У меня на бумаге Все эти дивизии есть Для того, чтобы Подавить рабочих Но они никуда Не пойдут Временно правительство Решает Что делать вообще Решает Что надо Продержаться Тянуть время Для того Когда подойдут Обещанные Керенским части С фронта И все это раздают Как же происходило Штурм Зимнего дворца Ну еще раз К моменту Открытия Съезда Советов Собственно Один Зимний дворец Правительству И принадлежал Мосты Ну помните Как это Телеграф Банки Почта Были захвачены Отрядами Красногвардейцев И солдат Которые Выполняли Только решение Военно-релиционного комитета Больше никакие Ну Первый штурм Зимнего дворца Если так его можно назвать Состоялся В 21.00 Толпа Рабочих И солдат Плохо организованная Начала Надвигаться На дворец Со стороны Главного фасада Дворцовой площади В это время Ушли Казаки Которые Должны были Оборонять дворец Остались Юнкера И женский батальон Они соорудили Правда Баррикады Испареньев И открыли Достаточно Эффективный огонь Ну Правда От него Особо никто Не пострадал Потому что Ну Рабочие Солдаты Увидев Что стреляют Они как бы Отошли В это же время С тыльной стороны Зимнего дворца Не с площади Двери Двери Были открыты И никем Не охранялись Уже В это время Значит Во дворец Начинает Проникать Группа Красногвардейцев Которых Юнкера Сначала Разоружают Знаете Принцип Был такой Заходят Пятеро Рабочих С винтовками Юнкеров Двадцать Они говорят Сдать оружие Те сдают Но в следующий Час Заходят Сто Рабочих Юнкерам Говорят Сдать оружие Сдают оружие Уже Юнкера То есть Пока Значит Эти баррикады Из дров Еще Что-то Огрызаются Чем-то Значит Уже По части Дворца Ходят Красногвардейцы Рабочие Которые Ищут Просто Где-то Заседает Временное Провесть Дальше После того Как формально Первый штурм Был все-таки Отбит Решают Так Что Значит Сигнал К решающему Штурму Даст Холостым Выстрелом Крейсер Аврора Который Стоит На Неве Крейсеру Аврора Даст сигнал Петропавловская Крепость Красным Фонарем И дальше Знаете Как это бывает Часто В восстаниях В Петропавловской Крепости Фонарь Оказался Но не красный Его Значит Обернули Кумачом Начали Махать С Аврора Не видно Решили Его подвесить На какой-нибудь Флагштук Веревки Нет Побежали За веревкой Значит Пока Что-то Происходило Прошел Целый час 22.00 Ленин Волнуется Съезд Советов Идет И в общем Надо объявлять О том Что временного Правительства Уже нет А что-то Все тут не происходит Решили Значит Пострелять Еще по Зимнему дворцу Для Остраски Боевыми снарядами Но выяснилось Что в Петропавловской Крепости Таких орудий Вроде нет Они там такие Больше Церемониальные И время показывают Искали Компрессионную Жидкость Для откатного Механизма Чтобы орудие Не дай бог Там не разорвало Ну в общем Пока все это Происходило Как вы знаете Дальше и фонарь Нашли веревку Значит Дали сигнал Авроре Аврора Долбанула Холостым Выстрелом Значит В сторону Зимнего дворца Ну холостой Вы понимаете Все это время В Петрограде Отходят Траваи Изводчики У Авроры Собралась масса людей Посмотрите Что вообще происходит Там Движуха какая-то Все интересно Время от времени Значит Проезжают Какие-то машины С солдатами Туда-сюда Никто не может понять Че В конце концов И вот примерно Уже где-то В районе 10 часов Все-таки В Зимний дворец Ходят с разных сторон Группа солдат и матросов Временное правительство Только что пообедало Борщ Рыба с артишоками Связь с фронтом Еще функционирует Хотя большевики Отключили телефоны Но через генеральный штаб Была там Секретная линия одна Вот Керенский им сообщает Что Ну ничего не происходит Никто там не хочет идти Но вы там держитесь Ну и в конце концов Просто сидит Временное правительство В Малахитовом зале Зимнего дворца Вдруг какой-то гул Там что-то такое происходит Входит Комиссар Вайно-революционного комитета Петроградского совета Антона Фавсенко Такой знаете Человек Инфернального типа С длинными волосами В широкополой шляпе Как грибали С ним там Рабочие солдаты Вы временное правительство Ну как у Маяковского Да Слазь кончилась Ваше время Но не до такой степени Мы сейчас вас всех перепишем Потом отправим Петропавловскую крепость С одной целью Чтобы вас тут не разорвали Просто там по пути После чего Их на следующий день Из Петропавловской крепости Торжественно выпустили Женский батальон Разошелся под Ну не всегда Приличные шутки Солдаты Матроновича Которые там все стояли Кстати Потом были версии о том Что там были какие-то Там изнасилования Что женщины из окна выбрасывались Выбросилась из окна Действительно Одна женщина из этого батальона Которая разочаровалась Во временном правительстве Оставила Собственно говоря Такую записку Итак После этого Ленин Как мы помним Да На съезде советов Который легально Демократически Собрался Выступает с речью Что временное правительство Незложено Власть перешла Советом Совет избирает Новое правительство Совет народных комиссаров Во главе которого Становится Ленин Кстати Ленин Предлагал Чтобы эту должность Занял Троцкий Потому что Ленин говорит Ну что Мне как-то неудобно Его еле уговорили Возглавить правительство Потому что Ленин Считал Ну что Как-то Не очень Все хорошо Собственно говоря Вот так произошла Великая Октябрьская Социалистическая революция Точно по Маяковскому Который Помните Писал Что утром В Петрограде Трамвай ездил При капитализме Вечером Начал ездить Уже при социализме Сколько людей погибло Считается Человек Шесть В основном Это погибли люди От беспорядочного огня Когда Слонялись Вокруг Зимнего дворца И плюс Несколько Видимо Рабочих Погибло От просто Неправильного Обращения с оружием Знаете Когда молодежь Дает винтовки Ну хочется Там что-то Пострелять И прочее А после этого После мирной победы Советской власти Которая была Всегда С февраля Семнадцатого Начался период Известный Как триумфальное Шествие Советской власти Когда советы На местах Которые были Задолго До Октябрьской Революции Просто принимали Решение О том Что с этого момента Власть Временного правительства Не действует А действует Только советская власть Термин Триумфальное шествие О чем говоришь Что все это было На пути резолюции То есть Никакой войны Это не происходило А войну Гражданскую В мае Восемнадцатого Года В России Развязал Чехословацкий Корпус То есть Нерусская сила Под влиянием Антанта Вот так Гением Ленина С использованием Абсолютно Легальных институтов Концентрацией сил С мощной агитацией Власть В столице Одной из самых Великих стран мира В течение Одного-двух дней Перешла в руки Сами Субтитры создавал DimaTorzok